В эфире новости в студии Светлана Леонтьева. Доброй ночи. Семь часов ожидания на границе и очередь длиною в несколько сотен метров. Незаконное вооруженное формирование блокирует пункты пропуска на линии соприкосновения на Донбассе. В итоге, чтобы попасть на подконтрольную Киеву территорию, местным жителям приходится сначала выезжать в Россию, и уже оттуда, через государственную границу, люди попадают в Украину. Из-за бездорожья на КПП Миловое скопилось несколько сотен человек. Ситуацию прокомментировали в Госпогранслужбе. В пункте пропуска Миловое, начиная с 22 марта, наблюдается ситуативное скопление транспортных средств, которые следуют на въезд в Украину. Согласно состоянию на сейчас, визуально наблюдается примерно 35 автомобилей, следующих в сторону Украины. По состоянию, соответственно, на 18 часов с 8 утра 385 человек проследовали на территории Украины. Учитывая, что большинство гуманитарных коридоров с временно оккупированной территории Украины заблокированы со стороны оккупантов, то, соответственно, одна из возможностей попасть на территорию Украины – это транзитом через территорию России и один из пунктов пропуска Миловое. Три обстрела, но, к счастью, без потерь. Подконтрольные Кремлю и незаконное вооруженное формирование продолжают нарушать условия перемирия, а сама Россия продолжает поставлять на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса военную технику. Кому выгодна эскалация конфликта, мои коллеги выясняли. Очередное доказательство эскалации на Донбассе, так Министерство иностранных дел Украины прокомментировали планы Кремля накануне выборов Думу открыть офисы партии «Справедливая Россия за правду» на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и агитировать украинцев. Мы видим, как российская сторона продолжает откровенно пренебрегать минскими договоренностями и пытается затянуть пока неподконтрольные Украине районы Донбасса в своё политическое, экономическое и электральное поле. Такая деятельность откроет возможность для фальсификации на российских выборах. Мы видим, как в последнее время в России ведутся дискуссии об организации в Ордло выборов в Госдуму Российской Федерации. Украина уже заявляла о том, что она не признаёт легитимность таких голосований. По информации украинской разведки, Россия продолжает обеспечивать незаконные вооружённые формирования оружием и военной техникой. Завезены новые партии противотанковых и противопехотных мин, беспилотные летательные аппараты. Станция радиоэлектронной борьбы и несколько десятков военных внедорожников для подразделений быстрого реагирования. С железнодорожным транспортом доставлено более 5000 тонн горючего. Эксперты говорят, Россия нарушает режим тишины и провоцирует обострение на Донбассе, чтобы усилить давление на руководство Украины. Кремль не спешит выполнять не только минские соглашения, но и договорённости парижского саммита. Поскольку Путина не удовлетворяет выполнение минских соглашений, в первую очередь политических их части, а также то, что у нас в последнее время в стране началось как бы наступление достаточно широким спектром на пятую колонну, которая существует в государстве, экономическую, информационные направления. С июля 2020 года незаконные вооружённые формирования почти тысячу раз нарушали условия всеобъемлюющего режима тишины. В итоге погибли 18 украинских военных, более 70 получили ранения. Несмотря на это, российская сторона продолжает саботировать все попытки Украины сдвинуть с мёртвой точки переговоры о мире на Донбассе. Светлана Сыч, Новости Украины. Как будет работать народовласть в Украине, решат сами украинцы. Законопроект о местных референдумах вынесли на общественное обсуждение. Ознакомиться с документом можно на сайте Верховной Рады и предложить свои изменения. Какие нормы предлагают авторы и какие вопросы хотели бы вынести на референдум жители разных городов страны, расскажет Юлия Крючкова. Использование земельных участков общины и судьба общественных зданий, инфраструктура и строительство, особенности налогообложения в регионе и позиции в местных органах власти. Вопросы, которые важны для членов общины, украинцам предлагают решать на местных референдумах. Но предусмотрели и ограничения. Все вопросы, что могут решаться на национальном уровне, не могут решаться на местном уровне. Вот это была такая манипуляция, например, с Крымом. Все вопросы территории – это не вопросы части Украины, это вопросы всего украинского народа. Вопросы, которые противоречат Конституции или законам Украины, нельзя. Инициировать проведение референдума сможет местный совет или глава общины. Также такое право хотят дать непосредственно местному населению, если согласятся 10% жителей. На голосование предлагают выносить только один вопрос. Но эта норма пока обсуждается. Для временно неподконтрольных Украиней территорий в документе прописали отдельную процедуру. Местные референдумы могут пройти на неподконтрольных территориях, то есть часть Донецкой и Луганской области и Автономная республика Крым, только после трех лет, когда мы вернем контроль над этими территориями. Процесс реинтеграции не может произойти в один день. Нам надо сформировать органы местного управления, сформировать комиссии, сформировать суды. Какие вопросы хотели бы вынести на местный референдум украинцы, мы спросили у жителей из разных городов страны. Очень важные вопросы. Городостроительство, архитектура. У нас постоянно что-то происходит с архитектурными зданиями, и это как-то решается тихо. Что-то происходит с парками, что-то происходит с застройкой города. Мне кажется, вопросы генплана надо в Харькове реально выносить на местный референдум. Меня волнует вопрос экологии в нашем городе, в частности завод Коксахим, который загрязняет своими выбросами атмосферу. Вопросы благоустройства, вопросы незаконной застройки, вопросы места общего пользования, мест отдыха, огромное количество вопросов. Я думаю, жители, которые активно имеют общественную позицию, могли бы каким-то образом так доносить до власти. Здесь у нас находится в центре, вы видите, бывший памятник Ленина. Сейчас, на сегодняшний день, у нас фотографии тех людей, которые находились на востоке. Где бы надо было расположить мемориал людей, которые погибли, которые там выполняли свой, как говорится, долг. Этот вопрос тоже надо на референдум выносить. Предложения к законопроекту о местном референдуме будут перенимать до 11 апреля. После этого в него внесут изменения и передадут в Верховную Раду. Я бы не рассчитывал, что данный законопроект будет зарегистрирован раньше, чем в мае месяце. Что касается его рассмотрения за основу и в целом, я думаю, что полного его чтения и голосования в зале вряд ли стоит ожидать раньше осени, имея в виду второе чтение. То есть, скорее всего, полноценно данный инструмент сможет заработать уже только в 2022 году. Запуск реально работающего механизма народовластия в Украине был одним из главных обещаний Владимира Зеленского. Первый шаг к запуску народовластия в Украине уже сделан. 26 января Верховная Рада во втором чтении приняла президентский закон о всеукраинском референдуме. Юлия Крючкова, Новости Украины. Уже четверо участников беспорядков у офиса президента получили подозрения в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Ранее Министерство внутренних дел опубликовало видео с вероятными зачинщиками погромов на Банковой в минувшую субботу. Тогда сторонники экс-руководителя Одесской ячейки правого сектора Сергея Стерненко забросали здание офиса главы государства фаерами, разрисовали стены краской и разбили стекла. Карантин 8 тысяч гривен должны получить предприниматели, которые понесут убытки от усиления противоэпидемических мер. Необходимость выплат компенсации малому и среднему бизнесу обсудили сегодня в офисе президента. На Банковой предлагают добавить госпомощи средства из местных бюджетов, таким образом увеличив общую сумму на одного человека. Более 300 тысяч украинцев записались в очередь на вакцинацию через приложение ДИА. 122 тысячи человек уже получили первую дозу Ковишилда. Теперь со стартом второго этапа прививку могут получить люди старше 80 лет, соцработники и семейные врачи. В одном из столичных пунктов вакцинации побывала Влада Цурка. Врач-педиатр Юлия решила привиться от коронавируса, чтобы защитить себя и близких, ведь она ежедневно контактирует с десятками пациентов. Я хочу защитить себя и своих близких. Я доверяю этой вакцине, так как она рекомендована в ООС. Абсолютно ничего страшного в этом нет. Я за вакцинацию теми вакцинами, которые сейчас для нас доступны. Почти 122 тысячи украинцев уже привились от COVID-19. Ещё 321 тысячи человек записалось в очередь на вакцинацию. Нам кто-то позвонил, и мы попросили, чтобы нас двоих записали. Ну а вчера сообщили, что можно прийти. А все люди прививаются, и мы не хотим болеть. Через месяц мы будем на даче, там надо работать. Вот мы и пришли привиться сразу. Перед вакцинацией врач проводит медосмотр. Разъясняет всё по процедуре. После пациент заполняет анкету, добровольно информированное согласие и получает памятку о вакцине. Приходят к нам на прививку с информированным согласием. Пациент заполняет фамилию, имя, отчество, место жительства, дата последней прививки, отвечает на вопрос, болел ли он, были какие-то осложнения после прививок. После того, как вы получили первую дозу COVID-вакцины, вы обязаны просидеть полчаса и подождать, чтобы убедиться в хорошем самочувствии. Вот Лидия Кирилловна только что сделала прививку. Лидия Кирилловна, как вы себя чувствуете? Прекрасно. Как прошла вакцинация? Больно ли? Нет, совершенно не больно. Даже не слышно, не чувствовалось, что иголочка там. И почему решили привиться? Ну, все-таки я считаю, что это долг нашей. Понимаете? Мне будет не страшно ходить с людьми разговаривать, где-то быть, куда-то пойти. Напомним, в Украине стартовал второй этап вакцинации от коронавируса. В первую очередь будут прививать людей старше 80 лет и семейных врачей. Недавние исследования британских ученых подтвердили, семьи вакцинированных медиков значительно реже заражаются коронавирусом, чем родные непривитых. Влада Цуркан, Юрий Шульга, Новости Украины. Запрет на отпуск до июля и 5000 фунтов стерлингов штрафа. Столько должны будут заплатить британцы, рискнувшие покинуть страну без уважительной причины. Такое предложение внесено на рассмотрение парламента, пишет издание «Таймс». Сейчас Великобританию могут покинуть только для учебы за границей и работы, которую невозможно выполнить из дома, для лечения или по чрезвычайным семейным обстоятельствам. Таким образом, правительство Ее Величества планирует обезопасить страну от появления новых штаммов коронавируса. Некоторые спрашивают, нельзя ли скорее все закончить, нельзя ли облегчить путешествие за рубеж. Однако некоторые просят не спешить. Я думаю, что большая часть граждан считает, что мы все делаем правильно. И ученые, лучшие ученые страны, считают, что все принимаемые меры верны. При этом мы продолжаем мониторинг данных, чтобы быть уверенными в правильности и безопасности каждого нашего последующего шага. В Луцке на маршрут вышел первый троллейбус с системой обеззараживания воздуха. Ее установили и запатентовали разработчики местного автосборочного завода. Пассажиры сразу же оценили на вилку, рассказывают наши корреспонденты. Вот через эти каналы поступает воздух, а через каналы выходит уже очищенный воздух. Ультрафиолетовые лучи не действуют на пассажиров и другие поверхности в салоне. Главный инженер Луцкого предприятия электротранспорта демонстрирует ионизаторы, которые очищают воздух во время движения. Троллейбус оборудован двумя такими системами. В салоне установлены также и ультрафиолетовые лампы. Такие приборы способны уничтожить более 90% вредных микроорганизмов. Это грибки, микробы, вирусы, дрожжи. Излучению подвергаются все поверхности, плоскости, которые есть в троллейбусе. Начиная от поручня, все, что находится ниже лампы излучения. Поручни, сидения, полы, боковины, окна. Это подобно тому, как идет облучение или кварцевание любого помещения. Кварцевание в троллейбусе проводят несколько раз в день. Чтобы ультрафиолетовые лучи не навредили здоровью пассажиров, это делают во время перерыва на протяжении 15-20 минут, когда салон пуст. 20 минут я тут не могу находиться. Прихожу, выключаю сразу, открываю двери для проветривания, и все, на 10 минут. Пассажиры о том, что в троллейбусе работает система обеззараживания, даже не догадываются. Говорят, разницы в воздухе не ощущают. Но тому, что теперь в общественном транспорте безопасно, рады. Все боятся. Все боятся. Все это знают. Придерживаются мер безопасности. Живем дальше. Если оно действует, то нужно, думаю, что нужно. Я ничего не ощущаю, я в маске, но считаю, что в этот период это самое актуальное. У нас уже год пандемии. Это нужно было не через год делать, а уже за три месяца. Мы развитая страна. Это очень хорошо. Но нужно их больше, не в один, а в каждой. На Водском автосборочном заводе систему дезинфекции для троллейбусов даже запатентовали. Сейчас тестируют, как она работает. Со временем планируют установить на остальной транспорт, который будут собирать. Проверяем, насколько система будет хорошо работать в условиях реальной эксплуатации. Термин службы – ламп. Проверяем удобство использования. У нас есть паспорта на ионизатор и на лампу, где обозначены сертификаты соответствия. Разрешение Министерства здравоохранения на их использование. Похожие приборы используют и в медучреждениях. Например, в Уцкой горбольнице. В отделениях инфекционного стационара и хирургии. Медики говорят, за годы эксплуатации такая дезинфекция себя оправдала. Мы используем, потому что это предотвращает возникновение внутрибольничной инфекции, предотвращает распространение послеоперационных осложнений и предотвращает развитие патогенных микроорганизмов. Я работаю в медицине уже 40 лет. Из 40 лет ультрафиолетовое излучение используется. По данным автозавода, это пока что единственный в Украине троллейбус системы дезинфекции воздуха. Сейчас на предприятии изучают другие способы для борьбы с коронавирусом в общественном транспорте. Анастасия Лисоваев, Новости Украины. С пожеланием никогда не терять оптимизма и веры в лучшее, я прощаюсь с вами до завтра. Наши новости всегда можно найти в соцсетях. Доброй ночи и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok